МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии Натальи Гнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Гомельская областная коллегия адвоката подвела выники работы за 2016 год. Гомель займае первое место у республицы по колькости участков, которые выделяются под приватное домобудование. Сегодня у православных верников начинается Великий пост. И больше подробно об этом не только. У Гомеля отбылась выниковая конференция областной коллегии адвоката. На ее огучили выники минулого и вызначили планы на этот год. Об достижениях гомельских адвокатов и перспективных направлений работы сюжет Ганны Ковалевой. За минулый год Гомельская областная коллегия адвокатов выканала около 40 доручений. У их лику было освоение новых направлений, таких как медиация. Подчас этой процедуры адвокаты сприяются мирному урагуливанию спричных питаний и допомогают недовести справу досудовых разбиральництвов. Так, летость в области было подрыхтовано 20 медиаторов. Столько ж специалистов з'явится и селета. Однако до этого часа многие граждане не ведают обмогчимости звернуться до медиатора. Адвокатам требует усмотнить работу по информованию насильництва. Есть и иншие актуальные питания. Буквально 1-го числа, 1-го марта мы будем ориентировать наши граждане на акцию. 1-го марта она состоится по применению третьего декрета известного. Поэтому хотел бы гражданам обратиться в связи с тем, что данная акция будет иметь место. И они спокойно могут обращаться как в юридической консультации в адвокатское бюро и к адвокатам, которые деятельно осуществляют институт. Консультацию в этот день можно будет отримать бесплатно. До речи, добраченная акция областная коллегия адвоката традиционно проводит на протягу года узначенные республиканские святы. Эта практика протягнется и селета. В целом день конференции были запланованы мероприемства на весь год. Справоздачу об своей работе представила ревизийная комиссия. До речи, гомельская коллегия адвоката у нас сегодня целиком самофинансуемая организация. Следует отметить, что гомельская областная территориальная коллегия это одна из лучших наших коллегий. И граждане, которые проживают на территории Гомельской области, они довольны работой наших адвокатов и обоснованных жалоб на их работу у нас в республиканской коллегии нет. По выниках работы в минулом году были уручены заслуженные узнагороды. Гоноровые грамоты отримали лепшие супрационники и коллективы. Я хочу сказать, что мы так или иначе достигли серьезных достижений в части того, что касается оказания юридической помощи. Хотелось бы сохранить те наработки, которые имели место быть и в перспективе ориентировать граждан на то, чтобы они не опасались, обращались к адвокатам по возникающим вопросам, поскольку во всех этих моментах нужно ориентироваться на квалифицированную юридическую помощь. Ганна Ковалева, Валерий Хапанько, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Больше, чем 15 тысяч жихаров в области вызвали на доплату сбору на финансирование государственных выдатков податковыми органами. И еще полторы тысячи рабочими группами, створенными при выконкамах. Между тем, приемы грамадян представниками улады по вопросам, связанных с декретом номер 3, протягиваются. У Гомельским гарвыконками Гамельчан выслухал старшиня городского совета депутатов Иван Бородинчик. Сирот тех, кто звернулся за консультацией, студентка ГДУ имя Франциска Скарыны Ганна Жихарова, якая навучается завочно. У 2015 годе она скончила другий курс, а по своей специальности мела могчимость працевать только с третьего. Праца уладковаться отрималась у вересни. Зараз Гамельчанка протягивая працевать и з'является добросумленным податкоплательщикам. После приема у старшиня городского совета депутатов отбылось и посаджение рабочей группы, на яким питание Ганны Жихаровой было выражено стануча. Здесь в горосполкоме службе одно окно подсказали, какие документы нужно приложить, чтобы заявление было более полное, чтобы было больше шансов на то, что его рассмотрят положительно. Все документы прикрепили, отдали заявление. Мой вопрос решили положительно. Хочу сказать спасибо Ивану Афанасьевичу, что рассмотрели. Усяго у Харвы Конкам поступило 1500 зворотов. На дадзины момент разгледжено больше, как 1200. А доплаты сбору вызволили больше, как полову звернувшихся. Дарыч, и те, кто отримал отмойный отказ, могут звернуться повторно. Не было наработано опыта работы в рассмотрении подобных вопросов. Поэтому еще раз предлагаю нашим горожанам, те, кто сомневается в том, что рассмотрели правильно или неправильно его обращение в горосполком, повторно обратитесь и получите еще раз ответ. Надеюсь, что он будет положительным. Приемы грамадян по пытаниях декрета номер 3 протягнутся до первого соковика. Сегодня с 8 до 10 годин. Гомельчан готовы выслухать первый наместник старшины Гарвы Конкама Александр Сивакову. До других тем. Гомельч займае первое место в Украине по колькости земельных участков, которые выделяются под приватное домобудовничество. Только в минулом году свои сотки отримали около 400 человек. На место будущей забудовли побывала Марина Джалая. Сегодня у Чарзи по 1000 гомельчан. Размеркование участков проходит нерадей, чем раз в месяц. На опошнем земле у третьей Чарзи Романовича отримала семья Рабянок. Денис и Катерина кажут, что участок им выделили худко. На это спотребилось крыху больше за полгода. И сейчас нетерпливостью чекают початку будовли. Семья большая, не хочется строить квартиру, хочется, чтобы был простор, чтобы можно было детям где побегать. Ну и не хочется зависеть от всех, от муравейника, чтобы быть сам себе хозяином, чтобы он был на земле. У трех чергах Романовича у три тысячи участков. Сотки у перших девюх давно размиркованные. Не глядячи на то, что у опошней части по кольням коммуникации подъездных шляхов, люди готовы чекать и думать на перспективу. Но не нужно забывать, что по кольням держава не выделяет сроки на льготное кредитование будовництва. Новые кредитные линии не открываются уже третий год. Как улучшилось ранее, такие кредиты в уголе могут быть заменены держподтримкой. Тому специалисты просят загадя узважить свои финансовые махтшимости. Сегодня эти деньги, которые выделены на строительство, их только хватает для того, чтобы окончить строительство уже практически завершающихся жилых домов. Як вядома, когда человек отримал землю бесплатно, то повинен за три годы сбудовать на ее коробку. Капотом не возникала тяжкая ситуация с конфискацией. За период 2015-2016 года мы изъяли у граждан участков за несвоение порядка 300 штук. То есть, если брать первые, вторые романовичи, общее количество участков – 2000. Это, ну, посчитать, прикинуть, да, это больше 15% получается, изъятых. Те, кто до льготной категории граждан не относятся, могут набить землю праз-аукционы. И не проводятся достаточно часто. Селита, например, уже отбилось четыре. Участок у Романовичах каштует около 2,5 тысяч долларов, а у центра – до 30. Мы протягиваем цикл сюжета у присвеченных 100 годзю с дня заснования белорусской милиции. У центра уваги подвиги гумельских милиционеров, история становления ведомства, досягнений супрацовников и гучные криминальные справы. На початку Великой Айчинной войны территория Гумельской области оказалась под натиском немецких оккупантов. Солдаты армии Вермахта крок за кроком подпродковывали сабе новые белорусские земли. Одной из прашкот для фашистов стали знищальные батальоны, які змагались с диверсийными и парашютно-десантными группами противника. У состав таких батальонов увайшлась значная частка супрацовников гумельской милиции. Про их наступный сюжет. 24 червеня 1941 года Советом народных комиссаров СССР было выдано постановление об мероприемствах побороць безпарашютными десантами и диверсантами соперника у профронтовой полосе. Менавито гэтая дата и лечится отправной кропкой у гистории створения знищальных батальонов. Просдва дни у Гумельской области было створено 19 ликвидационных групп, агульной колькостью свыше 2,5 тысяч человек и 18 таких формирований на территории Полессе. Среди активно действующих истребительных батальонов сражались с гитлеровскими десантами и передовыми частями вертмахта необходимо отметить отряды заместителя начальника уголовно-розыска гумельской милиции Соловьева, начальника уголовно-розыска управления милиции Полесской области, действующего в Мозырском районе Никитина, начальника парического районного отделения милиции Трояна и многих других. Бойцы этих командиров наносили существенный вред фашистам. Супрацовники гумельской милиции, які увайшли у состав знищальных батальонов, паспяху возмагаляся з ворогом по усіх на керунках фронту. Одным з наиболь жнакамитых стал Парыцкий, яким командовал начальник мясцового райотдела Макар Троян. Уже у концы червеня бойцы гэтага батальона знищали ворожих диверсантов, а у Липене вяли бои за вангардом немецких войсков, який складався з некольких танков, бронемашин и пяхоты. Соединившись со взводом армейским, который был вооружен двумя пушками, он принял весьма смелую решительную операцию, которая увенчалась успехом, и были освобождены паричи. Это был один из ярких примеров вообще в начале Первой Великой Отечественной войны. Это можно сравнить с маленькой Брестской крепостью. Они смогли захватить восемь бронемашин, один танк, одну танкетку и семь пулеметов. И достаточно уничтожили живой силы противника. При долучении отрада до шастей червоной армии бойцам батальона с уместными намаганиями удалось выбить фашистов с Парычау. Потом было навод наступление у бок Бобруйска. Однако ворох подтягнул резервы, и бойцам батальона разом с червоной армейцами снова пришлось отступить. Лишь с ценой больших потерь живой и техники силы при поддержке танковой авиации гитлеровцам удалось захватить поселок. Но тем не менее за мужество героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, большая группа истребительного батальона, включая и трояна, были достойны правительственных высоких наград. Шмат бойцов знищальных батальонов у тем лику и супрацовников гомельской милиции отрымали за свой героизм и отданность радиме медалей и узнагороды. Людям того часу присвечена книга Галины Астаховой. Дачки, командующего Парычским знищальным батальоном Макара Трояна. Выдание вышло в свет в 2016 году. Александр Гамоля, Сергей Нігеревич, Александр Харлам. Паутель радиокампания «Гомель». На выходных гомельчане означали масленицу. Это веселые проводены зимы, азоранные радостным чеканием близкого тепла и веснового обновления природы. Головными атрибутами свята з'являются пудзела, масленицы и, вядома жблины. У наших прадков они имели ритуальное значение. Уявляли собой символ солнца. Про то, как провожали зиму гомельчане. Наш наступный сюжет. На стыку зимы и весны отзначается гэта и смачная, веселая и житерадостная свята. Миновито на масленицу проводился некий рубеж, до якого в свете понабыл холод, а после кончаткова приходило тепло. У гомели масленичные гуляния разгорнулись на пяти пляцовках во всех районах. А кроме традиционных мероприемств, дегустации блинов, лажания по слупе, спаливания пудзела зимы, организаторы подрыхтовали абсолютно новые конкурсы и шоу. У першиню у гомели прошел чемпионат по мини-рэгби с перотягиванием каната и гонками на метлах. На пляцовце «Коля дома культуры фестивальной» прошел показ «Ветер пираменов-2017». Прогожу не с центра моды «Хрустальная нимфа» закликали весну коллекция модного легкого оденья. Несмотря на мороз, собственно, было на сцене очень тепло, хоть и немножко скользко, но я думаю, мы прошлись отлично. Яркие костюмы дает огромный заряд настроения, было круто. Народное гуляння ладили и каля лядового палаца. Сюда горожан привавливали почастунками. Усю разнастайность традиционных масленичных страв представили на сырном кермаши и блинафесте. Святочный настрой поддерживали песнями, танцами и конкурсами. Тут можно было не только на слух залезть, типа спрашиваться в бои на подушках, а и вернуться в весельную контору. Свадьба у нас прошла сегодня неожиданная, погода прекрасная, настроение отличное. Ну, в общем, праздник, праздник отличное все. Спасибо огромное. Кульминация свято – спальвание пудела масленицы. Эта традиция имеет глубокое значение – знищить символ зимы и воскресить весну. В огонь нужно отправить все неприемности и кривды и пожелать себе и близким успеху и нового доброго и урожайного года. Катярына Сапельникова, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Сегодня у православных верников начинается Вяликий пост, который отлик по традиции ведут за 7 дней до Вялика дня. Все лета он будет продолжиться до 15-го Красавика. Пост присвященный отмове Иисуса Христа от Ежи на протягу 40 дней, которые он провел в пустыне перед распятым. У дни посту треба выключить с рациону мясные и молочные стравы, яйки, усет лустые, а так само присмаки. При этом дозволены продукты рослинного походжения. Рыбу можно есть и у 2 дни – у Свято-Благовещене 7-го Красавика и в Вербницу 9-го Красавика. А кроме того, верники отмавляются от шумных святов. Надо понимать, что пост состоит не только в том, чтобы не вкушать скоромной пищи. Пост состоит еще и в духовном осмыслении, в духовном воздержании. Можно бросить такие привычки, как курение, как матерщина, как озлобленность, как осуждение. И хотелось бы пожелать, чтобы мы постились в меру своих сил, чтобы пост был для нас рассудительным и пост был покаянным, пост был с молитвой и с благими делами. На этом выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждаем вам усягу самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин